Здравствуйте! Обычный перекресток или кольцо? Такую дискуссию в социальных сетях развернули граждане. Речь о пересечении Кирилловского шоссе и Северной объездной дороги. Все подробности далее. Пересечение Кирилловского шоссе и Северной объездной дороги, движение здесь запустили в начале ноября. Нововведение положительно приняли горожане. А наряду с этим у многих водителей возникли вопросы. Перекресток обычный или здесь организовано круговое движение? Знак есть, но горожан смутил съезд. Если на обычных кольцах покидать пересечение можно только с крайней правой полосы, то здесь выехать можно с обеих полос. Понятно, что поток, который идет в прямом направлении с поселка Тоншаловгород и в обратном, он намного больше, чем тот, который идет с Северной объездной дороги. И если бы всех водителей заставить ехать по одной полосе, как по правилам обычного кругового перекрестка, то такой поток просто не прошел бы через данный перекресток и, соответственно, образовались бы заторы. И так здесь не действуют правила, которые обычно применяются на пересечении, где организовано круговое движение. Следовательно, пойти на разворот водители могут только с внутреннего круга. Вы заметили, что надо перестроиться на внутренний ряд, на кольце, чтобы ехать дальше? Слушайте, пока еще первый раз здесь проезжаю. Вы-то перестроились, все правильно сделали. А если кто-то не перестроится, поедет по внешнему, может произойти... Просто опыт по вождению, вот эти кольца, он существует. И, соответственно, здесь я как-то по наитию проехал. А так, наверное, все-таки надо объяснять гражданам. Здесь череповецкие автолюбители отметили две проблемы. Первая – неудобно расположен знак, который подсказывает направление движения. Увидев его в последний момент, водители просто не успеют перестроиться на внутренний радиус, так как кольцо само по себе небольшое. Есть вопросы некоторые к установке знаков, предписывающих движение по полосам. Посмотрим, что можно улучшить по данной ситуации. И, возможно, после этого изменим вид знаков, применив более понятные знаки направления движения по полосам. Вторая проблема. О ней говорят водители большегрузов. Их огромные машины просто не вписываются во внутренний круг. Есть огромный риск задеть машины, которые двигаются по соседней полосе. С внутреннего кольца, как дальневойщику, да? Но кольцо сделано очень узкое. Я смотрю, но оно скоро-то не влезает. Я не влезаю, я чуть оборудую зацепляю. Мы не входим с внутреннего ряда. Нам приходится зацеплять правый ряд. Пока, впрочем, столкновения не фиксируются, но специалисты будут мониторить и эту ситуацию. А заодно напоминают, с газовой заправки теперь запрещен левый поворот. Вернуться в город можно, развернувшись на круге. И эту схему рекомендуют применять и при выезде с других направлений. Это, по мнению специалистов, безопаснее, чем поворачивать налево через несколько полос. Скатываются с горки прямо на дорогу. Опасные увлечения несовершеннолетних запечатлели горожане. Все подробности далее. Улица Мамлеева зимой горожане здесь традиционно организуют стихийную горку. Снега еще мало, но склон уже раскатали. И вот так небезопасно дети катались с горы. В любую минуту маленький отдыхающий мог оказаться под колесами автомобиля. Самое интересное за происходящим наблюдали взрослые, и никто не остановил детей. На следующий день горку засыпали коммунальщики. Обращаются сотрудники ГИБДД прежде всего к родителям. Они должны знать, где и как отдыхают дети. Кроме того, сами не должны показывать дурной пример. Кроме того, соблюдать правила и при перевозке детей на санках, ватрушках, ледянках. Когда водитель остановился, он может и отвлечься от управления. Это может быть темное время суток. И он видит, что пешеход уже прошел. А ребенка на санках из-за своего бампера он просто не видит. И, соответственно, он начинает движение и совершает наезд на этого ребенка, который находится на санках. Поэтому самое главное правило, как подошли к пешеходному переходу, обязательно взяли ребенка за руку, правильно, это за запястье, чтобы полностью контролировать его руку. В другую руку берем санки, снегокаты, тюбинги. И только тогда спокойным шагом переходим в проезжую часть. И мы должны на это обучать и своих детей. Месяц назад в городе появилась структура, которая занимается организацией дорожного движения. О том, какие задачи стоят перед специалистами, расскажем прямо сейчас. Центр организации дорожного движения запустили на базе Центра защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций. Мы начали разработку каких-то проблемных мест. Это касалось точечных каких-то участков. Например, когда строилось кольцо на пересечении северной обездной дороги и Кирилловского шоссе, нам надо было просчитать, что во время стройки будет сужение произведено. И как это скажется на заторах, как выбрать тот режим работы, переключения и организации дорожного движения, чтобы эти заторы не создались. Вот, собственно говоря, мы провели аналитику, разработали схемы. Ну и надо сказать, что в принципе стройка прошла относительно незаметно для горожан, хотя сужение было довольно-таки значительным. Но это такие частные проекты, то есть точечные моменты. Сейчас мы больше сосредоточились на больших проектах. То есть в чем это заключается? Мы анализируем ситуацию в городе и определяем те места, где уже есть какая-то проблема с транспортом. Или она может появиться, потому что меняется трафик движения транспорта в ближайшее время. Соответственно, после этого мы проводим съемку данного участка. Съемку мы можем проводить как со стационарных камер, которые в городе установлены, так и с квадрокоптеров, с наземных камер, ну и других вариантов получения анализа. После чего наступает момент анализа данных. То есть мы анализируем полученные данные, понимаем в каком направлении, где у нас наибольшая проблема данного перекрестка. И уже на основе полученных данных, анализа, мы начинаем разрабатывать мероприятия, которые позволят решить эту проблему или ее минимизировать. Сколько людей, столько и мнений. Одному было бы удобно ехать так, второму по-другому пешеходы тоже не всегда довольны. Как учесть мнение всех? Чтобы учесть все нюансы, конечно, используются определенные методики изначально. То есть все с научной точки зрения, есть определенное время проезда машины, определенной дистанции прохода пешехода. То есть все сопоставляется в первую очередь с нормами. Но также точно мы работаем и с горожанами. У нас есть инициативная группа людей, которые, можно сказать, не только высказывают свое недовольство, но и помогают нам найти варианты развития. То есть подсказывают, что есть такая проблема. Мы обращаемся вместе с ними на внимание, встречаемся здесь и находим пути решения. То есть очень интересный момент взаимодействия, потому что непосредственно на месте некоторым людям лучше видно, потому что они чаще, например, проезжают этот перекресток или еще что-то, чем нежели приехав и на него разово посмотрев. Вот такие люди у нас, с счастью, в городе есть. Огромное им спасибо за это. Они нам помогают и съемками иногда сами снимают перекрестки. И, собственно говоря, разработкой мероприятий даже. Можно сделать все, что угодно, но всегда найдутся те, кто нарушает гармонию на дороге и создаст нервозную обстановку для всех. Это те, кто халатно относится к правилам, учитывая цели и эта категория при создании новых проектов. Здесь каким способом мы можем действовать? Соответственно, или сделав средства безопасности какие-то на данных участках, барьеры, еще что-то, дилинеаторы, так называемые столбики, которые ограничивают разметка, знаки. Но и мы не исключаем момент появления камер фиксации нарушений. То есть, у нас есть прямое взаимодействие с той организацией, которая устанавливает камеры в Вологде. Мы определяем эти места и, собственно говоря, их устанавливаем. Ну, так вот надо сказать, что когда у нас был запущен Архангельский мост, многие товарищи подумали, что там после пуска моста долгое время ничего не будет. Но мы заранее это все учли. И камеры-то появились уже в момент открытия моста. И там получили, особенно ушлые товарищи, хорошие штрафы за свою езду. Ну, и надо дать должное. Сейчас движение на данном участке довольно-таки спокойное. Все проезжает. И, слава богу, серьезных ДТП пока не было. Надо просто нашим водителям понять одно, что научно доказанная максимальная пропускная способность уличной дорожной сети города достигается при скоростном режиме от 40 до 60 км в час. Потому что это объясняется очень просто. Потому что ДТП на данной скорости меньше. А ДТП не такие серьезные. То есть перекрытие не такое долгое происходит. Ну и плюс ко всему машины, когда едут с такой скоростью, они между собой держат элементарно меньше расстояния. Соответственно, они за тот же период проезжают в таком же количестве. Многие водители в городе, кстати, стали это понимать. И в целом отмечается, что стали ездить все спокойнее. И заторов опять же нет. Ну вот как пример, например, Северное шоссе. В том году мы ввели ограничение 40 км в час. Все кричали, что там будет нечто ужасное. Да, все будет стоять в пробках. Пробок нет. Все едут спокойно. Но при этом мы отмечаем падение количества ДТП. Серьезных. Там были на самом деле очень серьезные ДТП. Сколько человек работает в отделе, требуются ли специалисты, и учитывается ли мнение молодых водителей. Об этом расскажем в следующей программе. Ну и на сегодня это все. Увидимся на следующей неделе. Субтитры подогнал «Симон»